Нужно ли обрывать цветы у яблони в первый год цветения? Яблони в цвету – это очень завораживающая и красивая картина, которая радует каждого садовода, особенно если посаженная культура зацветает первый раз. Поэтому советы более опытных людей обрывать первоцветы кажутся, на первый взгляд, абсурдными и нелепыми. Ведь все считают, чем активнее цветет растение, тем больше будет урожая. Поэтому важно разобраться, нужно ли обрывать цветы у яблони в первый год цветения. Особенности цветения яблони Сегодня яблоня является наиболее распространенным листопадным растением на территории России. Всего в данный род включено более 36 видов, на территории нашей страны встречается около 10. Культурные сорта этого растения выведены селекционерами из яблони низкой, ягодной, китайской, лесной. Наиболее красивый период у яблони – это цветение. Начинается оно весной, чаще всего цветение происходит в мае-июне. Наиболее благоприятной считается температура воздуха – плюс 15, плюс 22. Интересный факт. Чем дольше на улице в период цветения яблони сохраняется прохладная погода, тем продолжительнее соцветия будут держаться на ветках, радуя глаз окружающих. Длительность этого периода различная – от 6 до 18 дней. Активное массово здоровое дерево цветет только на 8-9 год жизни. Но уже в первые годы могут появляться первые цветы, которые не подарят большого урожая, а, скорее всего, уберут нужной для формирования силы. Особенности цветения яблони на цветки возложена большая роль. Они не только украшаются от весенний период, но и отвечают за размножение и плодоношение. Благодаря неповторимому аромату в этот период в саду собирается большое число насекомых и птиц, которые, в свою очередь, отвечают за опыление. Благодаря этому образуется зависть с семенами, которые постепенно превращаются во вкусные плоды. Если яблоко не будет собрано человеком или съедено животным, то оно упадет на землю и семена попадут в землю и прорастут. Важно помнить, не всегда если первый год яблоня цветет, будут ли яблоки. Ведь из-за недостаточного питания и небольших накопленных сил на молодом дереве может сформироваться много пустоцветов. Чтобы дерево максимально быстро набрало силу, важно с момента посадки следить за его состоянием, окучивать корневую систему для ее усиления, регулярно подстригать крону, белить стволы, удалять первые годы жизни цветы, чтобы растение набирало силы. С последним моментом следует разобраться более подробно, чтобы понимать, зачем проводят обрывание цветов, надо ли весной обрывать цветы у молодой яблони и как ранее цветение влияет на урожай и рост дерева. В общем, нужно ли обрывать цветы? Вопрос о том, нужно ли срывать первые цветки с яблони, вызывает масса споров среди садоводов. То, что у такой процедуры существует масса противников, неудивительно. Ведь большинство людей выращивают плодовые культуры для получения богатого урожая, особенно, если он идет впоследствии на продажу. Для них каждый цветочек – это ценность, поэтому многие не соглашаются с подобным утверждением. У них есть весомый аргумент – лишние цветы и дерево сбросят само при необходимости. Нужно ли обрывать цветы? Все же наиболее опытные дачники и агрономы советуют не брезговать такой процедурой и не надеяться на естественные процессы. Как правило, удаление первоцветов – это важная процедура, которая пойдет на пользу молодому деревцу. Обрывание первых бутонов актуально и оправдано для растений, которые только что посажены. Молодые побеги и бутоны могут появиться на культурах, которые посажены были даже весной. Особенно это часто случается с сортами раннеспелых яблонь. Они начинают расцветать уже с первого года жизни. Своевременное удаление первоцветов поможет получить хороший урожай уже через 2-3 года. К таким быстрым сортам относятся – брусничная, красная, ранние, летняя, полосатая, милба и другие. Формирование соцветий требует от растения много сил, которые первые годы жизни для дерева более важны при формировании корней, укреплении веточек и ствола. Если дать возможность яблони цвести в первый год жизни, то неправильное распределение сил замедлить процесс формирования и укоренения. Такое молодое деревце может плохо перезимовать из-за ослабленного иммунитета. Зимы в России достаточно суровые, поэтому яблонь не потребуется накопить за сезон много сил, чтобы справиться с холодами. При удалении цветочков следует быть очень аккуратным, чтобы не повредить листья и молодые побеги. Лучше всего для таких целей использовать ножницы. Когда молодая яблоня зацвела, что делать, не стоит долго думать. Следует удалить первоцветы, чтобы помочь формироваться взрослому растению. Ради эксперимента можно на молодом дереве оставить пару цветочков, чтобы попробовать на вкус плоды посаженного сорта. Когда стоит удалять цветы, надо ли обрывать первые цветы у яблони? Этот вопрос мучает каждого садовода, у которого появились молодые саженцы или прищепы на старых. Почему нужно удалять цветы в первый год жизни, стоит разобраться. Также есть рекомендация удалять бутоны еще несколько лет. Получается, удалять цветы из яблони можно в нескольких ситуациях. Обязательно следует убирать соцветия в первый год его жизни. Для правильного формирования дерева и накопления им необходимых сил. Рекомендуется со второго года существования срезать две третьих бутонов. Это поможет деревцу быстрее развиваться и формироваться. Такая процедура может повторяться от трех до пяти раз в зависимости от сорта яблони. Существует методика удаления бутонов из взрослого растения. Специалисты рекомендуют один год удалять соцветия с верхней части кроны, чтобы ветки отдыхали, а на следующий год проводить удаление с нижней части. Такой метод может получить ежегодный урожай, так как дерево будет по частям восстанавливаться и отдыхать. Когда стоит удалять цветы? Интересный факт. Методика частичного удаления бутонов с взрослых яблонь пришла из Америки. О таком способе увеличение урожая упоминается даже в художественной литературе. Если зацвела двухлетняя яблоня, теоретически яблоня двух лет еще не должна цвести, так как растение не сформировалось и просто не готово для того, чтобы дать полноценный урожай. Но бывают случаи, когда двухлетняя культура начинает цвести, причем очень активно. Садоводы просто в недоумении, что делать. Они понимают, что нужно удалять соцветия, но уже так хочется получить хороший урожай. Решение 2. Если дерево в возрасте двух лет окрепло и хорошо укоренилось, то можно оставить цветы и попробовать свой первый урожай. Но важно при этом обеспечить полноценное питание и уход, чтобы растению хватило сил. Если яблоня еще недостаточно окрепла, то лучше оборвать цветы и дать еще времени для укрепления. Ради эксперимента можно оставить одно-два соцветия, чтобы просто попробовать этот сорт. Зачем обрывать цветы у взрослого дерева? Существует технология, которая рекомендует частично удалять цветы на взрослом растении. Опытные садоводы рекомендуют освобождать приблизительно от двух третьих соцветий. Особенно важно проводить всякую процедуру. В период активного роста это приблизительно от трех до пяти лет. Срок формирования растения зависит не только от сорта, но и от климата местности, где растет. Что делать, если зацвела яблоня двухлетка, не должно стоять вопроса. Еще рано для формирования плодов, поэтому лучше удалить соцветия. Зачем обрывать цветы у взрослого дерева на заметку? Если дерево достигло стадии 2-4 лет и при этом зацвело только первый раз, при этом оно достаточно окрепло и хорошо укоренилось-то, цветы можно не удалять и дать сформироваться урожаю полностью. Как показывает практика опытных садоводов, можно использовать специальную схему для взрослых деревьев, которая поможет обеспечить себя хорошим урожаем. Первый год следует удалять все бутоны на нижних ветках растения. Урожай будет формироваться только в верхней части кроны. На следующий сезон следует удалять уже бутоны с верхней части дерева. Плоды будут созревать на нижней части кроны. Такой способ самостоятельного формирования и корректировки урожая имеет массу преимуществ ветки, которые могут плодоносить попеременно. Отдыхают и восстанавливаются, урожай получается больше, яблоки намного сочнее и крупнее. Корректировка графика плодоношения По мнению тех, кто регулярно проводит процедуры по удалению соцветий, это помогает существенно увеличивать урожай, способствует восстановлению. Дерево после периода плодоношения сохраняет собственные силы растения к зиме. Особенностью жизненного цикла этой культуры является то, что у нее существуют определенные периоды, когда они приносят максимально хороший урожай. Практически каждое дерево в один год дает большой урожай, который просто некуда девать, а на второй год не плодоносит, растение отдыхает. Для некоторых сортов период отдыха может длиться от одного года до трех. Правда, есть такие сорта, что ежегодно способны давать привлекательный по качеству и объему урожай. Чтобы немного скорректировать периоды плодоношения под тебя, требует проводить следующие процедуры подкормка, подрезка, выбор правильного сорта для своего участка. Как показывает практика, получать хороший урожай можно не только путем удаления соцветий, что считается искусственным вмешательством в естественные процессы роста плодовой культуры. Иногда, чтобы получить хорошие показатели урожайности и вкусные плоды, достаточно просто понять жизненный цикл дерева растущего на участке и помочь культуре справляться с проблемами и сложностями. Если в жизни дерево наступил период, когда оно практически не цветет, то не стоит лишний раз его тревожить. Это период отдыха. В это время следует ограничить полив и не подкармливать дерево. Чтобы помочь дереву сконцентрировать свои силы на росте, следует провести тщательную обрезку. Сразу объединяют два варианта укорачивания и обрезку старых ветвей. Это может растение в неурожайный год сформировать больше вегетативных почек, чем цветочных. В год, когда на дереве появятся цветы и планируется получить урожай, потребуется оказать дереву помощь. Ранней весной, еще до начала сокодвижения, проводится санитарная обрезка с удалением слабых и больных ветвей. Летом следует хорошенько поливать дерево и регулярно подкармливать. Если все процедуры по уходу будут проведены правильно, то результатом станет большой вкусный урожай с крупными красивыми сочными плодами. Почему садоводы против удаления цветов? Не все садоводы на вопрос яблони зацвела первый раз нужно ли обрывать цветки, отвечают положительно. По этому поводу есть и противоположное мнение. Большое число дачников выступает против подобного вмешательства в естественные процессы. Также считается, что плодовая культура в состоянии самостоятельно избавляться от лишней завязи. На дереве останется только тот объем плодов, который оно способно вырастить за предстоящий сезон. Садоводы против удаления цветов люди, высказывающие подобное мнение, убедились в том, что при искусственном контроле количество цветов Можно получить также небольшой урожай. Причин на это несколько – большое число пустоцветов, поздние заморозки, сильный ветер или весенний град. От таких капризов природы никто не застрахован. Если еще предварительно оборвать лишние цветы, а затем встретиться с форс-мажорными обстоятельствами, то можно вообще остаться без яблок. На территории России только, наверное, в южных регионах в весеннее время, когда цветут сады, устанавливается стабильная погода. В остальных районах, особенно в центральной части, нередки поздние весенние заморозки, шквальные ветры и осадки в виде града. Нередко на дереве и формирование пустоцветов. Чаще всего обильное их появление свидетельствует о недостаточном уходе. Пустые цветы могут стать следствием отсутствия подкормки и обрезки. Если на протяжении всего года полноценно ухаживать за своим садом, то завязей будет очень много. На заметку, еще одним существенным аргументом против искусственного удаления цветов станет сложность проведения этого процесса на многолетних деревьях. Некоторые рекомендуют просто удалить одну из скелетных ветвей, что также может увеличить качество урожая. С давних времен яблоня – это садовая культура, которая ассоциируется с красотой, здоровьем, гармонией. Несмотря на примитивное строение цветов, из них образуются вкусные плоды, а также в них самих содержится масса полезных компонентов и веществ. Но, выращивая в своем саду яблони, стоит помнить, что неухоженные деревья красивы только в природе. В собственном саду важно следить за состоянием растений, обрезать их, поливать и подкармливать. При таком уходе растение ответит хорошим урожаем. Когда начинается первое цветение яблони, обрывать линия цветы – это решать каждому. Но все же, как показывает практика, в первый год удаление соцветия оправданно является необходимой мерой. Продолжение следует...